И тихонечку начинать. Сегодня у нас 14 декабря 2022 года. Тема нашего вебинара «Как привести позу в порядок за две недели до новых». То есть, как решить определенные проблемы, которые вообще можно решить быстро. И начать я хочу как раз с проблем, которые можно быстро и консервативно, то есть без всяких каких-то серьезных мешать, устранить. Как правило, это обезвоженность. Обезвоженность есть у всех, особенно у тех, кто живет не в идеальных условиях атмосферной влажности. В сухом атмосферном воздухе. То есть у нас влажность в квартирах, к сожалению, оставляет желать лучшего. Тем более, что когда на улице начинаются холода, мы инстинктивно стараемся еще больше обогреть наше помещение, в котором мы находимся. И вот этот перепад температуры, плюс работа отопительных систем, в том числе не только батарей, но и сейчас у многих есть кондиционеры, которые работают на обогрев, а это сухой воздух, который напрямую поступает из системы. Соответственно, это, конечно, очень франшот для кожи лица. И не только лица и тела, конечно, но лицо подвержено этим перепадам температурной боли, потому что лицо и руки, они открыты. Даже в 20-градусный мороз мы редко, когда надеваем паранжу или какой-нибудь шарф заматываем по глазу. Все равно кожа у нас. И тем более, что это тоже не есть хорошо, ходить в шарфе замотанным по глазу, потому что мы дышим, и вот эта влага, которая там собирается, это еще хуже для маски. Все же помнят, в 20-й год, начало 21-го, маски отнюдь не способствовали здоровью кожи, особенно при перепадах температур, когда там скапливается конденсат, мало того, что питательные средства для бактерий, так еще и вот эта влага способствует обветриванию кожи. Вот, печки в машинах тоже тепло, к сожалению, да, старайтесь, если едете на автомобиле, не направлять себе в лицо дефлекторы, в сторону, по стеклу пусть дуют, там они нужнее, потому что это, к сожалению, тоже не сильно способствует безвоженному нашей кожи. Кроме того, кроме обезвоженности, да, которая практически есть у всех, вне зависимости от типа кожи, есть проблемы тоже, которые, в общем-то, могут быть у всех, вне зависимости от типа кожи. Это отечность. Отечность, я имею в виду, не связана с патологиями, которыми нужно как-то корректировать уже с точки зрения медицины. Есть отечность, которая связана с гиподинамией, с какими-то вынужденными положениями в мишене водоплеповой зоны, особенно у тех, кто работает за компьютером, ну, вообще сидячая работа, не обязательно там с компьютером, ну, ничего не так. И также отечность может возникать, когда, допустим, человек свой как бы питьевой режим немножечко неправильно формирует, да, допустим, пьет жидкость на ночь, или, допустим, употребляет какими-то напитками, которые задерживают воду, ну, тот же кофе, например. И не только кофе. На самом деле, если много пить зеленого чая, то он, так сказать, будет обмеживаться, хотя считается, что зеленый чай гораздо полезнее. Так что отечность, она у многих присутствует, особенно она хорошо заметна у тех, кому генетически детерминирован деформационный тип старения, а в нашем регионе это, в общем-то, подавляющее большинство. И с отечностью тоже можно бороться при помощи каких-то манипуляций определенных, при помощи некоторых косметических ингредиентов, о которых мы позже поговорим. Также проблема, которую можно быстро и консервативно устроить, это тусклый цвет кожи вследствие гиперкератозы. То есть, если у нас тусклый цвет кожи из-за какого-то хронической недостаточности, сосудистой или еще что-то, это сложнее с этим работать, это нужно какие-то действия предпринимать в течение самого короткого времени. А вот когда у нас роговой слой плохо обновляется, то такой тусклый цвет кожи можно, условно говоря, за одну процедуру убрать, сделав какой-нибудь мягкий, хороший, неповреждающий, легкий пилинг, например, жмельтальный или, например, зимный. И так, как мы регулярно, в течение какого-то времени делаем зимные пилинги раз в неделю, мы прекрасный, свежий цвет лица приобретаем и более гладкую кожу, хорошо отражающую цвет, из-за этого, как говорится, менее заметны какие-то мелкие морщинки, какие-то несовершенства, потому что чем лучше кожа отражает цвет, тем она однороднее по тону выглядит. Поэтому вот с тусклым цветом кожи, в первую очередь, можем работать очень хорошо. А и атоничная кожа, нарушение микроциркуляции, которая не связана, опять-таки, с какими-то серьезными внутренними патологиями. То есть, условно говоря, когда человек практически не достопал какое-то время, или вот опять-таки гипотинами, или нарушение кровообращения головы, шеи, и чью-то лица в том числе, из-за того, что опять-таки у него проблемы с шейно-воротниковой зоной, какие-то идут, допустим, нарушения кровообращения в строковообращении группе сосудов и вообще поступлении крови к лицу. Либо, допустим, человек имеет так называемую кожу курильщика, потому что у него есть какие-то либо профредности, либо он действительно курит, либо он проводит очень много времени без доступа к свежему воздуху, работает в полуподвальном помещении по 12 часов каждый день. Соответственно, с этим мы тоже можем работать при помощи в том числе и предъявных косметических, так называемых, вазопротекторов, то есть сосудоукрепляющих компонентов, которые нам привычно видеть всегда в средствах, например, которые помогают от варикоза. Есть аналогичные средства, которые наносятся не на конечности, а на лицо. И, соответственно, вот эти ингредиенты, вазопротекторы, сосудоукрепляющие, они как раз будут помогать оживить цвет лица, если есть какие-то нарушения кровообращения. Соответственно, чтобы решить эти проблемы, понятно, что среди этих проблем вы не увидели ни акне, ни розацинских патологий, никаких проблем, которые должны решаться длительно и сложно, а именно то, как мы можем улучшить состояние кожи быстро. Грубо говоря, захотели поесть – поели. Кожа стала, допустим, обезвоженная, мы восстановили гидрорезерв при помощи нормализации питьевого режима параллельно с добавлением препаратов, которые помогут эту влагу удержать, либо как заместительная терапия поработают в верхних слоях кожи. И, соответственно, тактика терапии какая будет? Восстановление защитных и влагоудерживающих своих кожи, то, что я сказала как раз. То есть мы фактически ремонтируем наш гидролипидный барьер, чтобы он нашу влагу лучше удерживал. Потому что всем известно, что влага у нас попадает все-таки в кожу не с нормой, а все-таки с капилляром дерма, поэтому надо нормализовать питьевый режим. И тогда у нас и кожа будет более увлажненная. Опять-таки то, что снаружи происходит, это агрессия внешней среды. Соответственно, мы должны стараться как-то вокруг себя создать более-менее приличные условия с точки зрения влажности воздуха. Если там в старые времена мы выходили из положения, раскладывая влажные тряпки по батареям, то сейчас есть увлажнители воздуха, которые, даже маленькие настольные, которые мы можем использовать как раз для того, чтобы хотя бы немножко скорректировать вот эту атмосферную влажность. И помимо того, что наш кожа будет становиться лучше, еще и бастения, которые дома им произрастают, будут себя лучше чувствовать. Соответственно, всякие средства с элементами окклюзии, это могут быть колд-кремы, которые защищают кожу от мороза, перепады в температуру, это могут быть уже кремы с накопительным эффектом или увлажняющий сын, которые будут восполнять гидрорезерв и опять-таки помогать удержать влагу кожи, которую мы, собственно, будем использовать регулярно. Что касается отеков, естественно, мы делаем лимфодренаж. Я постараюсь ближе к концу, если хотите показать буквально там трех-пятиминутный вариант самомассажа, пишите в чат, если это необходимо, который можно делать самому там утром и вечером или хотя бы один раз в день. И если мы, допустим, вот эти нехитрые движения, вот покажу, вот, если мы эти нехитрые движения, нанося хотя бы косметику, да, с утра и вечером, будем использовать, то уже через неделю мы заметим, что у нас лицо стало немножечко более очерченное и меньше пастозное. Соответственно, это ничего сложного в этом нет, это не какой-то там супер навороченный сам массаж, это буквально пятиминутная манипуляция, которую, в общем-то, каждый может себе сделать. И кроме того, если склонность, например, к мигреням, головным болям, то очень хорошо помогает вот такая хитрая манипуляция, чтобы голова реже болела. И бывает, что после такого массажа она проходит. Покажу обязательно. Вот. Соответственно, устранение гиперкератоза, это, как я уже говорила, легкие какие-то пилинги, когда мы убираем вот этот вот неотшелухный роговой слой, который придает кожу такой сероватый, тусклый оттенок. И при этом она, кожа может быть совсем не курильщика, а выглядит будет как так называемый синдром кожи курильщика. И когда мы убираем при помощи мягких, не абразивных, не повреждающих эпидермис, не нарушающих наш гидропидный барьер и, собственно, не повреждающих наш микробиом, который мы очень бережем, мы обязательно используем мягкие какие-то средства, отшелухающие. Тем более, что тема, собственно, нашего вебинара это все-таки подготовка перед праздником, поэтому перед праздником мы не можем, как говорится, ошибиться и, допустим, сделать себе что-то такое, то, что ухудшит состояние кожи, или, допустим, потребует реабилитации, и тем самым мы, праздник, был выглядеть не так, как нам хотелось бы. Активизация кровообращения, тоже, кстати, во время массажа она, как-то, таким образом происходит, но надо помнить, что на лице мы все стараемся сделать нежно и мягко, потому что на лице очень близко находится капилляр, очень близко находятся фактические сосуды, это буквально там 3 мм под кожей, вот, поэтому вот эти все агрессивные телодвижения, которые иногда можно встретить на просторах интернета, да, как рекомендации, это все не про лицо. Вот, на лице все должно быть очень мягенько. И активизировать кровообращение, естественно, мы можем разными способами, вот, как я уже говорила, с точки зрения косметики это будут вазопротекторы, с точки зрения общего укрепляющего каких-то мероприятий это все-таки вернуть прогулки регулярные, вот, очень помогает завести собаку, потому что хочешь не хочешь, в любую погоду выйдешь, вот, и, собственно, хотя бы дышать свежим воздухом, проветривать помещение, в котором находитесь, и все-таки стараться какие-то выполнять физические упражнения, не обязательно там прям идти в спортзал и убиваться там на тренажерах, но хотя бы делать какие-то минимальные упражнения, которые разгрузят хотя бы в шедневоотниковую зону, если у вас сидячий труб перед темплитом. Вот, потому что как только у нас восстанавливается немножечко осанка и разгружается шейно-воротниковая зона, у нас, во-первых, четче овал становится, у нас уходит отечность вот эта вот, которая присутствует особенно вот в нижней трети. И, собственно, кровоток восстанавливается в области головы и шеи, в том числе лица, и цвет лица улучшается. Вот, поэтому об этом стоит помнить. Причины обезвоженности кожи, какие могут быть, да, то есть, пару слов о причинах, это нарушение капиллярного кровообращения, как я уже сказала, то есть, влага не поступает изнутри, то есть, как решить, это, значит, нормализовать питьевой режим, как минимум. Соответственно, нарушение, наоборот, влагоудерживающей функции, либо это может быть выраженный гиперкератоз, то есть, сухие роговые чешуйки в большом количестве меняют состоятельность гидролипидного барьера, влага быстрее уходит, а при этом, если мы что-то наносим увлажняющее на кожу с гиперкератозом, пересушенную, причем, к сожалению, вот эти вот ингредиенты, которые должны проникать глубоко и работать, как заместительная терапия, например, та же ультрамолекулярная гиалуроновая кислота или там низкомолекулярная, которую мы для аппаратных процедур используем, она просто не дойдет до того, до той мишени, до того уровня, например, в дерму, не попадет, если будет слишком толстый, грубый этот роговой слой. Поэтому, собственно, гиперкератоз, он с влагодержащей функцией напрямую завязан, и, в общем, чем хуже, как говорится, состояние кожи с точки зрения ее повышенного роговения, тем хуже влагодержащая функция. Кроме того, кожа может быть по типу сухая, сухая кожа чаще бывает обезвоженной, потому что ей не хватает липидов. И, соответственно, мы должны восполнять и липидную составляющую этой липидного барьера, то есть какие-то более питательные, ланиллярные эмульсы, например, как наш новый вышел NMF Protection, считающий самую удачную, наверное, разработка с точки зрения как раз именно восстановления гидролюпидного барьера, причем для всех типов кожи, потому что в отличие от многих питательных, жирных, так называемых, кремов, вот эта разработка у нас с NMF Protection не забивает поры, то есть он, несмотря на то, что питательный, при этом достаточно легкий. И, например, если кожа не сухая, а жирная, она может страдать просто от недостатка влаги, и человеку может казаться, что кожа стала сухой, начнет пользоваться жирными, наоборот, с какими-то средствами, маслами, например, и получит закупоренные поры, получит обострение своих воспалений, поэтому здесь тоже такой баланс нужен, если кожа по типу жирная или комбинированная, как правило, все-таки нам больше нужно восполнять влагу, то есть какие-то безмасляные текстуры используют, сыворотки, гели, которые будут именно водную составляющую гидролипидного барьера восполнять, а если кожа изначально по типу сухая, то есть на ней нет напора, она не склонна к воспалениям, она все время матовая, нет жирного блеска, то есть мы понимаем, что это именно тип генетически сухой, то там, конечно, нужно, особенно в зимний, осенне-зимний период, пока холодно, еще и липидную составляющую хорошо восполнять, помогать коже удерживать влагу, то есть тут как раз хорошо используется гель церамидский сейвер безмозный, который будет как средство от мороза работать, хотя на жирной коже он тоже прекрасно работает, именно как средство от мороза, когда это эпизодически нужно, и всякие другие такие моменты учитывать. Соответственно, агрессия внешней среды тоже причина безмозности кожи, я об этом уже сказала, и, собственно, эту агрессию мы стараемся уменьшить, насколько это возможно, и, возможно, проветривать чаще, не держать в квартире, допустим, температуру воздуха 30 градусов, если на улице минус 20, и вот лучше, если в квартире будет там те же самые комфортные 23, и это будет для кожи лучше, чем если мы будем перегревать кожу, пытаясь вот согреться, потому что на улице холодно, и вот это важный момент. Ну и про воздух я тоже сказала, стараться, если топительные системы какие-то работают в машине или в квартире, стараться, чтобы они все-таки напрямую не дули на лицо. Что еще может быть в сочетании с обезвоженностью, например, кожи? Естественно, когда кожа страдает ее гидролипидным барьером, повышается ее реактивность чаще всего. То есть кожа становится более чувствительной, она больше реагирует на какие-то такие условно повреждающие моменты, таких, например, вода для умывания и иногда начинает реагировать на какие-то, скажем так, стимулы, которые в норме не вызывают никаких проблем. Но, к сожалению, если повысилась реактивность по какой-то причине, то здесь какие могут быть моменты? То есть это именно особенности вегетативной нервной системы, то есть это так называемая стрессовая кожа на фоне внутреннего глобального стресса. То есть стрессом сейчас на того не удивишь, сами понимаете, и, соответственно, стрессовая кожа стала встречаться гораздо чаще. Но это началось еще с пандемии, на самом деле. И вот когда человек находит состояние хронического стресса, то кожа его тоже реагирует. Это больше сосудистые реакции, такие как бы вазомоторные. И здесь, конечно, пытаться только каким-то образом, насколько это возможно, минимизировать этот стресс путем возможностей психологических практик или спортивных занятий, которые отключают мозг на какое-то время, чтобы организм отдохнул. Паудо-бассейн, например, если есть такая возможность. Вот. Но бассейн может другим способом воздействовать на кожу негативно, потому что все антисептические средства, которые используются в бассейнах, даже если не хлорируют якобы воду, все равно используется химия определенная, она тоже может, к сожалению, плохо влиять на кожу, особенно если у человека есть к этому склонность, он атопик или что-то в этом роде. Вот. Соответственно, второй вариант, да, такой как бы уже, который можно в принципе корректировать более-менее эффективно, это комплекс каких-то повреждающих факторов, которые действуют, как правило, либо из вне, либо вследствие, допустим, приема каких-то препаратов медицинских, которые нарушают, опять-таки, иммунный ответ. это опять-таки агрессия, которая разрушает гидропидный барьер, косметические средства, медицинские средства, как правило, сопутствует какая-то патология кожи, если мы там, допустим, что-то лечим какими-то препаратами, которые предполагают агрессивное воздействие только летинол, то же самое, те же самые там, злая кислота, бензиопероксид, то, что используется при лечении. Вот, например, либо это какие-то антибактериальные средства, которые там зачастую спиртовую составляющую имеют. Вот, ну это, как правило, при каких-то гнойных процессах используется. Вот, то есть, ну и сюда же можно отнести неправильный репорт, который, собственно, слишком агрессивный. То есть, когда человек использует агрессивные умывалки каждый день, два раза в день, использует какие-то лосьоны, подсушивающие постоянно. То есть, он вроде как бы хочет решить проблему, например, с воспалением или повышенной железной кожи, и, с другой стороны, он не дает коже восстановиться, кожа консенсаторно начинает, с садной железы начинает вырабатывать еще больше кожного сала, и, в общем, запускается такой процесс шаг вперед, два шага назад. Вот, поэтому неправильный подобный уход тоже ведет к повышенной реактивности. Либо, когда человек, например, использует активный ретинол, начинает использовать, но не прочитал инструкцию, как им пользоваться. Знаете, вы пользует крем с ретинолом, например, наш ретинол, даже в самой маленькой концентрации 0,25 ежедневно, как обычный крем, и получает в итоге через пару недель ретинолевый дерматит, вместо того, чтобы мягенько ввести ретинол в уход, как положено, и не буду на этом останавливаться, потому что много уже есть информации на эту тему, включая видеообзоры, описания в карточке самих препаратов на сайте ретинол требует определенной педантичности, особенно в начале его применения. Об этом знаете, прошу. Также действие ультрофиолета, перепадов температуры, пересушенные воздуха. То, что мы сейчас как раз разобрали подробно. Косметологические и всякие процедуры, которые подобраны без учета противопоказаний. То есть у человека и так склонность к куперозу, у него слабые сосуды, а он идет в хамам. Или, допустим, какие-то делает пилинги, когда у него и так, допустим, атопия, повышенная чувствительность кожи, мы не противопоказаны. Ну, то есть, или делает какие-то, допустим, аппаратные процедуры, которые предполагают на какой-то разогрев локальный, а у него слабые сосуды и плюс у него, допустим, чувствительная кожа. И таким образом, вот эта агрессия уже такая, гетерогенная, если можно сказать, она тоже может спровоцировать повышение реактивности кожи, то есть склонность к покраснению увеличится. Ну, и нарушение местного иммунитета после уже внутренних каких-то проблем, да, решения внутренних проблем при помощи, там, курс антибиотиков, человек пропил, естественно, микрофлора погибла не только патогенная, там, где надо, чтобы она погибла, но и НЭН, например, нормальная микрофлора уменьшилась в количестве, соответственно, так как условно патогенные микробы все-таки такие, как клетч-демодекс или там кути-бактериатный, который раньше назывался пропилоний-бактериатный, они все-таки более, скажем так, устойчивы к каким-то агрессивным воздействиям, они начинают быстрее восстанавливать свою популяцию и, в общем, превалировать, преобладать, то есть гиперкалонизировать кожу и, соответственно, получаем шанс обострения воспалений и так далее, если не помочь нормальной микрофлоре, например, используя средства увлажняющие, спрои-пребиотиками, слезатой бактерии, например, как у нас пробиотские инвельдеры, вот, и если мы не будем помогать на фоне, например, курса антибиотиков, то есть не только принимать какие-то пробиотики внутрь, чтобы помочь микрофлоре тонкого кишечника быстрее восстановиться, но и на коже желательно, конечно, все использовать. Также глюкокортикоидные массы, кремы, то есть все местные препараты, которые снижают местный иммунитет и, допустим, применяются для снятия обострения атопического дерматита, нейродермит, псориаза и других кожных патологий и, особенно, если длительный какой-то курс был, также ингибиторы кальциневрина, то есть пимикролинус, пимикролинус, они тоже влияют на кожу не те, к сожалению, но они при этом снимают сильное обострение, для этого и применяются, поэтому эти препараты нельзя применять, например, длительное время и, когда они применяются кратким курсом, тоже постепенная отмена, как раз дает возможность постепенно восстановиться и в том числе нормальной микрофлоре, при этом, чтобы не было синдрома отмены с точки зрения именно обострения основной патологии, против которой эти средства применялись, поэтому после ГКС тоже и на фоне собственно применения ГКС можно начинать уже использовать групп кортикоидные или групп кортикостероиды ГКС-аббревиатура, можно применять уже средства проэперебиотика наружные, тот же пробиоскем и химиотерапии, химиотерапевтические препараты, чаще всего которые применяются при онкологии, они тоже естественно нарукают иммунитет, в том числе местный кожный иммунитет и могут например какие-то быть обострения хронических инфекций кожи, которые собственно на этом фоне могут возникать. Вот, узкий цвет это не то, о чем мы тоже кратко поговорили, это в целом нарушение капиллярного кровообращения в результате каких-то проблем внешних, которые можно жить, это как раз нарушение лимпотока, пастозная сочность, вот это тот же гиперкератоз, который дает тусклый цвет лица без нарушения кровообращения, вот, и тестрофические изменения кожи, допустим, если человек переборщил с какими-то отшившивными препаратами, применял агрессивное очищение, применял какие-то абразивы, применял кислоты бесконтрольно или допустим применял бесконтрольно глюкортикоиды, назначили человеку глюкортикоиды, чтобы снять обострение, а ему так понравился эффект, что он начал использовать их годами. Такие случаи тоже бывают после отмены дистрофии кожи, которая вообще практически не восстанавливается, может возникнуть стероидная розация, которая с огромным трудом подается коррекцией. Поэтому глюкортикоиды это только краткий курс, только под контролем врача и только по строгим показаниям. То есть, если можно без них обойти, соответственно, обойтись. Если это сильное обострение какого-то хронического дерматоза, то, соответственно, они используются только для того, чтобы снять это обострение. Также повреждающие факторы профредности курения, всякие такие, например, заменители солнца, тоже могут влиять на цвет лица, ухудшать его авитаминоз. Надо не забывать, что если, допустим, состояние кожи резко ухудшается, ногтей, волос, то есть, дериватор кожи, то, в первую очередь, желательно не хватать все возможные витамины, которые продаются, и начать их горстями пить, а надо все-таки и потом в итоге все равно дешевле выйдет. Потратьте немножечко и сдать на хотя бы основные какие-то группы, там, АМИД, хотя бы посмотреть какие-то профили сдать лабораторные по основным витаминам и микроэлементам, то есть, это не надо вот такую простыню на 20 тысяч давать. Самый дорогой анализ, как правило, и среди них это анализ на С25А, то есть, на витамин Д. А здесь как раз очень важно, потому что витамин Д очень влияет и на иммунитет, и на состояние кожи, и на в общем, на метаболизм римонов, поэтому его как больше не должно быть, то есть, передозировка витамина Д тоже очень не полезна, поэтому как бы превентивно, например, особенно большие дозировки принимать не стоит, если вы не уверены, что у вас именно дефицит витамина Д. С другой стороны, если его дефицит, то как раз и человек чаще болеет всякими вирусными, аденовирусными инфекциями и нарушается состояние кожи и много других проблем при нехватке. Поэтому имеет смысл сначала продиагностировать, где есть недостаток, а потом уже всякие препараты витаминные принимать. нехватка кислорода, о котором мы уже поговорили, и чрезмерная усталость недосыпания. Конечно, это бич современных людей, которые работают 24 на 7 чаще всего, и недосыпание это такое, как бы, состояние для нас достаточно привычное, но когда человек может в течение недели хотя бы несколько раз компенсировать этот момент, это про то, если регулярно имеет возможность сложить вовремя, это тоже замечательно, но не все, к сожалению, могут себе это позволить, и здесь какая проблема, которая решается с трудом, но надо пытаться хотя бы какие-то передышки регулярно давать, и не загонять организм как загнанного в состояние сильной нехватки необходимого нам сна. Соответственно, если проблема с засыпанием, тоже надо корректировать, то есть не обязательно это нужно пить мелатонин, но хотя бы создавать себе какую-то тихую атмосферу без лишних источников света, мелатонин лучше образуется в темноте, какие-то ритуалы придумывать перед сном, чтобы организм сам, как собачка Павлова, понимал, ага, раз мы там выпили чайку с медом, потом приняли ванну, подождали какое-то время, нанесли свой крем, сделали лимфодренажный массаж, который я сейчас покажу, то значит уже надо успокаиваться, отходить ко сну. Мючку. То есть это на самом деле такие банальные вещи, но дают хороший эффект, если человек придерживается. Что касается компонентов косметики, что мы ищем в средствах, когда нам нужно восполнить, например, уровень увлажненности, ну и так далее, мы пройдемся по всем пунктам, начиная от увлажненности, заканчивая пимическими морщинами, что нам искать в косметике. То есть я сторонник, подхода унифицирована, то есть не обязательно, что вы будете пользоваться именно гельтеком, хотя в гельтеке мы большое очень внимание уделяем именно тому, чтобы у нас были рабочие концентрации ингредиентов, этих ингредиентов была абсолютно точная, доказательная база эффективности, то есть никакой экстракт Эдельвейса собранный девственницами в какой-нибудь полнолуне или наоборот на растущую луну. Мы такие ингредиенты не используем, это все, конечно, смешно. Нам важно, чтобы у активных компонентов в косметике была хорошая доказательная база эффективности. То есть если это работает витамин С, значит, это стабильная форма витамин С, который работает. Если это, допустим, антиоксиданты какие-то, например, тот же ресвератрол, то есть очень много исследований по поводу эффективности наружного, применяемого в ресвератролу. Если-то кислоты, понятно, если ретинол, ну понятно, там уже, препаратов, которые и антиэйдж направленностью обладают и лечат воспаление. То есть это увлажняющая там та же самая гиалуроновая кислота. Понятно, что она работает. Те же вазопротекторы, экстракты, которые обладают сосудокрепляющим действием. Это биохолоноиды такие, как троксирутин или гидрокверцитин. То есть здесь нет сомнений, что эти ингредиенты будут работать. Главное, что чтобы они в составе средства были в нормальной рабочей концентрации, которая собственно этот эффект обеспечит. Так вот, чтобы нам повысить уровень увлажненности кожи, нам желательно иметь в составе средств какие-то из ингредиентов, которые будут собственно либо, например, работать как заместительная терапия, но на самом деле этим свойством обладает только ультрамолекулярная и частично низкомолекулярная гиалуроновая кислота. То есть так называемые маломолекулярные формы гиалуроновой кислоты. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота имеет достаточно большую молекулу, то есть там больше тысячи килодальтон, миллион дальтон размером, и она собственно располагается на поверхности рогового слоя, способствует именно влагоудерживающей функции, то есть дышей микропленочкой создает. А вот уже маломолекулярной формы, они проникают через роговой слой, они могут попасть в глубокие слои эпидермиса, по путям неименьшим сопротивлением, через выводные протоки сальных потов желез, через волосяные фолликулы, они могут попасть даже в дерму, но в дерму самостоятельно может попасть только ультрамолекулярная гиалуроновая размером от 5 до 20 килодальтон. А низкомолекулярной уже надо помогать аппаратами, то есть фонофорез, например, сделать, или там ионофорез, или аппарат, тогда она тоже зайдет глубоко и там будет и как заместительная терапия работать, то есть восполнять недостатки эндогенной гиалуроновой кислоты и будет стимулировать еще выработку собственной уже эндогенной гиалуроновой кислоты фибробластомидермы, потому что низкомолекулярная гиалуроновая кислота распознается ферментом гиалуронидазы и фермент ее начинает расщеплять и уничтожать и организм понимает, что надо вырабатывать собственную гиалуроновую кислоту, и ему ее едят и она заканчивается. При функциональном дефиците изначальном, к сожалению, организм может в какой-то момент не понимать, что ее там не хватает, потому что ее там вообще нет и ничего не расщепляется и таким образом усугубляется проблема, например, недостатка эндогенной гиалуроновой кислоты кожи или, например, полки суставов в составе с инвериальной жидкости и так далее. Гиалуроновая кислота важна, понятно, да, вот этот момент, то есть ультрамолекулярная форма без аппаратов, низкомолекулярная с аппаратами работает как заместительная терапия плюс симуляция, а высокомолекулярная она как раз как влагоудерживающий ингредиент используется. Хитозан, пленкообразователь такой как бы тоже встречается среди влагоудерживающих компонентов, коммитезапиниш, шиповатый можно найти, стоколы и веры тоже хорошо способствуют повышению уровня увлажненности, помимо того, что он еще влияет на кожный иммунитет. Есть полисахаридные комплексы, такие как акваксил, например, он у нас есть в маске как удовольствия, в сыворотке, альфа-дерм с миндальной кислотой, кстати, есть тоже комплекс акваксил, поэтому альфа-дерм является неагрессивным кислотным средством, может использоваться хоть, как говорится, каждый день, кому это нужно, допустим, ежевечерне, и дополнительно еще хорошо увлажняет коз, то есть там глюкоза с ксилимом, который именно тоже ремонтирует вот эту водную составляющую гидропидного барьера. Ну и, естественно, водную составляющую гидропидного барьера и вообще его состоятельность очень хорошо ремонтирует компоненты натурально увлажняющего фактора. Вот у нас как раз в NMF Protection вот в этом вот креме они присутствуют в полном объеме, то есть там все аминокислоты, там метаин, там серидон, коробесилат, натрия, сабетол, то есть все, что входит в целый комплекс есть в составе, ну и, соответственно, и глипидная составляющая тоже, плюс ламиллярная самая эмульсия. Но в целом как бы без привязки к гильтейку можно найти средства, в которые это дело входит, главное, чтобы оно там все-таки в нормальной концентрации присутствовало в рабочей и тогда гидропидный барьер будет быстро восстанавливаться. Молочная кислота тоже, как, кстати, одна из составляющих гидропидного барьера и другие ахокислоты, в том числе за счет влияния на проницаемость торгового слоя тоже влияет на гидрорезерв, то есть на состоятельность именно влагодережной функции. Если это используется как пилинг, например, ахокислотный, то здесь как раз за счет влияния на проницаемость торгового слоя и потом последующее, например, использование средств с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой или там с компонентами дурально увлажняющего фактора будет способствовать тому, что быстрее мы отремонтируем литролепидный барьер. Если же ахокислот используется в минимальной концентрации, в небольшой и дополнительно с увлажнителями, то здесь как раз стимуляция обновления эпидермиса идет более мягко, зато хорошо восстанавливается и влагодерживающая функция, потому что вот эти вот роговые чешуйки, которые у нас встают, гиперкератоз, плотный слой роговешек на поверхности рогового слоя эпидермиса, они как раз и мешают обстоятельности вот этой влагодерживающей функции. И как только выравнивается, нормализуется толщина, можно сказать, рогового слоя, тем самым у нас кожа не только выглядит красивее, остороже, она еще и вот этот вот влагообмен, газообмен, он здесь происходит более физиологично. Очевидно, нас хорошо увлажняет глицерин, который многие боятся почему-то. Это такая типичная страшилка глицерин в составе средств. На самом деле глицерин, он и в состав опять-таки нашего собственного гидродинного барьера входит. И надо сказать, что в европейской косметике, то есть в косметике, которая не предназначена для внутреннего рынка условного Таиланда, больше там 5% глицерина вряд ли выстретите. И даже если он в составе по инке вы смотрите где-нибудь на 4-5 месте, это не означает, что его там много, это означает, что просто воды в этом средстве много, это гель или это легкий очень крем, где там может быть до 90% водной составляющей. Поэтому на глицерин приходится процента 2-3, остальные 8% занимают активы. поэтому глицерина мы в косметике, которая предназначена для реализации не для внутреннего рынка, где там тропический климат, мы не боимся и спокойно используем, глицерин очень хорошо влажняет. Вот, соответственно, витамин Е как антиоксидант, и он тоже способствует как раз как жиростворимый витамин, повышению влагу держится в пульсе кожи, часть растительных масел, естественно, не в чистом виде, который использует, а именно добавление. Например, в легком креме, ну, как наш крем увлажняющий, примерно, или крем для комбинированной поры СПФ-15, масел, вообще масляная составляющая может быть от 2 до 4%, то есть это очень-очень мало, поэтому и текстура крема, она легкая, как молочко, она, в общем, не добивает поры, не добивает скандагены, поэтому, опять-таки, тоже миф такой бывает, смотрят по каким-то там табличкам на форумах понятных людей, любят запугать других людей, о комедогенности масел. Да, действительно, если намазать в чистом виде, подплавить и намазать в лицо масло в милобар или даже масло сладкого медаля, да, при желании, им тоже можно, конечно, попользоваться, что и плохо смывать его, еще и забить поры, если пользоваться в чистом виде, но никто не использует масла в чистом виде, поэтому бояться, что какое-то масло в составе может быть комедогенным, если его там 2%, это, в общем-то, не стоит так делать, потому что это, ну, такого быть не может, да, чтобы в такой концентрации масло оказывало какой-то комедогенный эффект. Здесь все, как говорится, зависит, как Парацель сказал, да, что есть яд, все есть яд, что есть лекарство, и нет. Суть только в дозе. А звук у всех плохо слышен, или это вот только у Марина такое, мне интересно просто, струкс у нас, это тогда скажите. Значит, если в процессе использования ретинола шелушится кожа, это нормально. В процессе использования ретинола кожа может шелушиться первые месяца-полтора, пока человек привыкает, пока, собственно, происходит так называемая ретинизация кожи. И когда мы испытываем вот эти явления ретинолевого дерматита в начале применения активного ретинола, активный ретинол это средство с ретинолом чистым, с ретинолегидом, спасибо, я поняла, что звук все-таки есть. Соответственно, это может быть там третиноид лечебный, ну, в косметике он не встречается на территории Российской Федерации, но все равно есть люди, которые его используют. То есть, если мы используем активный ретинол, мы, естественно, должны все правила, как говорится, следовать им его введения в уход. То есть, это порция не больше горошины на лицо и столько же, например, на шее. Это только на сухую кожу, там через 20 минут после умывания, чтобы кожа успела немножечко выработать кожного сала и не так агрессивно ретинол на кожу воздействовал. Это введение ретинола активного с минимальной концентрацией, например, 0,25%, только потом, там через месяца 3, можно перейти на следующий, если вообще в этом есть необходимость. Обязательно мы используем не вечерние, а там 2-3 раза в неделю сначала, потом постепенно, где-то месяца полтора выходим на режим через день, через вечер. Тогда у нас меньше будут выражены вот эти вот побочные явления прогнозируемые, то есть это шелушение, это раздражение, это какая-то повышенная чувствительность, когда даже на умывание водой кожа реагирует не очень комфортно. Это шелушение в чувствительных зонах каких-то, например, вокруг носа где-то там. То есть, это все нормально, ретинол. Что, собственно, делать? Во-первых, использовать максимально мягкие очищающие средства, то есть гель очищающий, например, наш гель Тайковский на кока-глюкозиде считается мягким средством. Какой-нибудь гель для душа на лоурет-сульфате будет считаться жестким очищающим средством. Ну, или какая-нибудь там корейская пенка, которая тоже на достаточно жестких палах традиционно делается, потому что гидрофильные масла у них интересные, есть хорошие, мягкие, даже без минеральных масел, как наша гидрофильная, антиоксидантная. А вот пенки, к сожалению, корейские достаточно жесткие, потому что у них там типичный вариант кожи, это все-таки плотная, жирная кожа. И без какой-то выраженной депутатности, с достаточно крепкими сосудами, в силу национальных особенностей, преобладающей этнической группой людей. Поэтому там традиционно более жесткие умывалки. Плюс многослойный уход и традиция использовать какие-то камуфлирующие тональные средства, которые делают из лица маску. То есть действительно в азиатских регионах любят плотные тональные средства, бибикремы и прочее. Поэтому, да, действительно у них более жесткое очищение. Вот. Наша кожа тонкая, светлая, с слабыми сосудами очень часто, с полностью к воспалению. К сожалению, вот эти жесткие павы переносят очень нехорошо, поэтому там все-таки мягкими умывалками умываться. А иной раз даже утром можно просто умываться водой и протираться тоником, если мы на ночь не используем что-то такое сложное, что нужно смывать. Так вот, что мы делаем? Мягкое умывание, обязательно какой-нибудь тоник такой, который будет тоже влагу держать, способствовать, да, например, с гиалуроновой кислотой эластиной. Также мы обязательно должны защищать кожу от перепадов температур. Как убрать шелушение? Берем, например, безумодные средства, церамидский сейвер, который, собственно, не содержит воды вообще. И его, кстати, не обязательно по этой причине выжидать по 30 минут до выхода на мороз. Вот у него текстура геля, поэтому называется гель. Но на самом деле это не гель, конечно же. Это такой, как праймер под макияж на основе масла и силикона и плюс биоцерамидный комплекс, естественно, там есть лечебные ингредиенты в составе. Вот, это средство барьерное, то есть он фактически имитирует наш защитный барьер. Вот мы его наносим, летучий силикон, улетучий, состают только масла и уже через там несколько минут уже кожа становится не масляная, блестящая, а становится такая бархатистая, очень комфортная. То есть поверх него можно и макияж накладывать. Вот его можно использовать днем, но также его используют после пилингов, например, чтобы фей немножечко пригладить, чтобы комфортнее пережить реабилитационный период. А вечером уже использовать что-то то, что восстанавливает, что имеет накопительный эффект, а не просто барьер ремонтирует. Например, вот NMF Protection. Для меня это сейчас самый такой оптимальный вариант, особенно на фоне применения ретинола активного NMF Protection будет отличным ночным кремом для любого типа кожи. Соответственно, если дискомфорт выразен при применении ретинола, продолжая Марине отвечать на вопрос, и появляется еще разложение, какое-то покраснение, то значит, нужно регулировать дозировку ретинола путем уменьшения кратности и количества. То есть, либо много наносите за один раз, либо слишком часто наносите. То есть, мы регулируем вот эти моменты и выходим опять-таки на режим более комфортного применения. Если действительно очень сильный дискомфорт на фоне начала применения ретинола, то можно его даже отменить, допустим, дней на пять и потом опять постепенно заново вводить, соблюдая все нюансы, о которых я уже рассказала и которые у нас во всех наших видео, где упоминается ретинол, я не устаю повторять правила его применения. Надеюсь, я ответила Марине на вопрос. Двигаемся дальше. Значит, что еще нам для повышения уровня увлажненности нужно? Чтобы у нас капилляры дерм работали хорошо, потому что влага посыпает оттуда в эпидермис, лишенные своих сосудов. Соответственно, все вазопротекторы тоже относятся к тем компонентам, которые будут повышать в том числе уровень увлажненности кожи. Экстракты вазоактивные, арника, плющ, конский каштан, висекрасный винограда, биофилоноид, троксирутин, биофилоноид, дегидрокерцетин, экстракт сентелла азиатской. И вот это все средства, которые будут их содержать. Я цинами тот же самый, да, все, что укрепляет сосуды, будет способствовать повышению увлажненности изнутри. Ну и есть кептиды, которые прицельно влияют на уровень увлажненности, то есть помогают, например, той же гиалуроновой кислоте, маломолекулярных форм лучше проникать, лучше, как говорится, распределяться в нормальном слое, способствует поступлению влаги из дермы в эпидермис насчет того, что участвует в регуляции вот этих аквапариновых каналов, да, то есть в образовании аквапариновых каналов. Это пептидифапарин. Он у нас есть в одном только средстве, это сыворотка 3D увлажнения, в которой есть три вида гиалуроновой кислоты и вот пептидифапарин как раз. Ну плюс еще соколой веры, который снимает чувствительность, поэтому если кожа сильно обезворена, еще и гиперцепитная, вот 3D увлажнение это препарат выбора для такой кожи. По поводу реактивности кожи, естественно, мы восстанавливаем уровень чувствительности за счет того, что мы восстанавливаем нормальный микрофон, восстанавливаем уровень увлажненности. Опять-таки, видите, тут все взаимотвязано. Работаем с увлажненностью, уменьшаем чувствительность и наоборот. И здесь также будет гиалуроновая кислота, особенно которая способствует влагоудерживающей функции, то есть высокомолекулярной. Это будут проэприбиотики, это будут лизатые бактерии, соответственно, инургин, альфаглюкан, бетаглюкан, который еще дополнительно на кожный иммунитет влияет сам по себе. Вот у нас он есть гелиоинтативрегенерация, сыворотки в омоложении. Это влагоудерживающие компоненты, такие наполовину активы, наполовину базовые. Они еще функция антиполюшин обладают, например, биосахаридная смола 1, то есть фукагель так называемый. Также и китозан участвует в этом, и камей цизальпиния шиповатый. В принципе, это все то, что будет способствовать влагодерживающей функции и уменьшать, опять-таки, реактивность кожи. снова калоеверой влияет на кожный иммунитет, за счет этого тоже уменьшает реактивность кожи. Депантенол своими заживляющими свойствами славящийся тоже будет уменьшать реактивность кожи. Вот как раз у нас длинный цифрегенерация заживляющий, он как раз содержит 5% допантенола, плюс еще бета-блюкан, роман, календулу, успокаивающие экстракты противоспалительные, которые будут собственно этому способны. Есть разные ингредиенты, компоненты нуф, например, то есть натуральный увлажняющий фактор тоже будет влиять на реактивность кожи, потому что они восстанавливают гидролипидный барьер кожи, не нужно в последних сил пытаться его восстановить, соответственно, реактивность на проблемной кожу, на атопичной кожи, например, тот же каламин. У нас есть, например, лосьон, матирующий, который вот такой вид имеет с осадочком, где-то входит цинк, каламин, как раз и его надо взбалтывать, причем довольно-таки долго и энергично, то есть раз 20 наверное встряхнуть, пока совсем вот этот осадок не распределится по текстуре тоника и потом используется. Это как раз матирующий тоник, который днем используется в проблемной коже. чаще всего и он заодно тоже успокаивает как раз благодаря каламину. Но молодые мамы или не только молодые мамы, опытные уже мамы знают, что каламин в виде лосьона обычно используется как раз когда детки болеют ветрянкой, не только детки. Там такая суспензия каламина. И здесь тоже, в общем-то, хотя это тоник, здесь не так много этого ингредиента, то есть он не будет создавать какую-то на лице пленку из этого порошка каламина, но он присутствует в достаточном количестве, чтобы кожу успокаивать. Также центелла, средства с центеллой всегда хорошо успокаивают кожу, и ламинария тоже хорошо способствует, и различные другие антиоксидантные компоненты, но в целом самые основные те, что я перечисла. На тонус и цвет лица у нас хорошо влияют различные вазопротекторы, разумеется, за счет улучшения кровообращения, это и биофлавоноиды, это и экстракты вазоактивные и так далее, мы о них уже упомянули, вот витамины все практически, то есть в чистом виде никотиновой кислоты, это НПП, витамина, причем как раз не активной формы ретинолов даже, а обычные антиоксидантные формы ретинил, полиметат, ретинол, ацетат, который используется для того, чтобы помешать крему, например, или гелю обыстрокислиться и помешать реакциям перекисных окислений на коже, то есть, например, если вы видите где-то в конце списка градиентов витамина А в виде полиметата, ацетата, да, это не тот ретинол, который нельзя при беременности, который нужно применять со всеми нюансами, о которых мы уже сказали, не тот ретинол, от которого будет рутержение и шелушение, но вот этот витамин А будет работать как антиоксидант. Витамин С работает как антиоксидант, чаще всего, особенно это стабильные формы, потому что кислая форма витамин С работает все-таки больше как такой отшелушивающий, стимулирующий, как негативную стимуляцию, и плюс средства с кислой формой элиоскорбикэсид, они имеют, как правило, кислый паш. Стабильные же формы аскорбилглюкозид, содиумаскорбилфосфат, магниаскорбилфосфат, тетритиласкорбат, они все работают, во-первых, при нейтральном PH, там при PH слабокислом, 5,5,6, даже около 7, они не окисляются так быстро, они хранятся не 3 месяца после открытия, а порядка года после открытия спокойно, без ущерба для своего качества, эффективности. Поэтому стабильные формы витамина С, такие как, например, в нашей СЛРК-Сианерджи, они тоже очень хорошо влияют на тонус кожи, на улучшение кровотока, на то, что у нас профилактика фотостарения и фотоповреждающего действия витрофиолета осуществляется, то есть они очень нужны, ну, витамин не, понятно, не нужно, как говорится, я вам уже много говорить, все прекрасно знают. Вот, тут у меня какое-то вышло уведомление по поводу разрешить выйти в эфир, мы здесь в эфир выйти не можем, разрешить, ну, в смысле, у нас технически невозможно, у нас все вопросики прямо в чат пишите, если есть вопросы, и как раз чат для этого создан, чтобы я на них отвечала прямо сразу. Вот, так что задал вопросов в чат, как бы в рамках вебинара, который на много человек рассчитан, да, у нас технические возможности, ну, всем выйти в эфир голосом, чтобы говорить, к сожалению, нет. вот, так что жду вопросов, значит, дма и диметиламиноэтанол, помимо того, что он дает легкий лифтинг, если присутствует в каком-то косметическом средстве, он еще и работает как антиоксидант, причем он, опять-таки, как любой антиоксидант, помогает и самому средству дольше прожить, не окислившись, и, собственно, реакция перекисного окисления на кожу, растительные экстракты с антиоксидантом действиям тоже, всякие, артирфок, зеленый чай, планктон, там, бузина, постельницы лекарственные, то есть вся серия нео наша, да, то есть гель-антивозвратной нео, который для аппарата чаще используется, гель для сухой, нормальной кожи нео, это вот все средства, которых антиоксиданты являются хедлайнером состава. И пептиды, конечно, пептиды, которые влияют на тонус, эластичность, на цвет лица, это ремоделирующие, сигнальные, так называемые, стимулирующие пептиды, матрикины, то есть это и матриксил, это и релистаз, и инкол, то есть вырубки коллагена, которые стимулируют, да, дермоксил, докоренил, которые блокируют коллагеназу, который разрушает коллаген и эластин, и в том числе стимулирует вырубку коллаген и эластин, то есть структурных белков кожи, фибробласт. Есть такие пептиды, как трипептид меди, например, но он немножко сложнее, чем обычные, например, ремоделирующие пептиды, какие-то там биометические, потому что он работает и как антиоксидант, и как пептид, стимулирующий ворту коллагена и блокирующий действия экологеназы, и, собственно, кровоток улучшает, то есть способствует укреплению суицей стенки, то есть он такой, как бы более многостаночный по функционалу. Но, в общем, пептидные средства – это как раз сейчас те средства, которые именно занимаются позитивной стимуляцией, то есть если кислотами, ретинолом мы осуществляем негативную стимуляцию, то есть мы что-нибудь должны разрушить, чтобы образовалось новое, эластичное, хорошее. Но пептидные сыворотки, например, такие как 5 пептидов, они как раз занимаются именно позитивной стимуляцией, поэтому они не фототоксичны, их можно зимой и летом, использовать, когда кожа очень чувствительная и, например, будет плохо реагировать на ретинол тонкая, со слабыми сосудами, тоже пептидные сыворотки помогают, потому что они все-таки несут такую хорошую антиэйчную нагрузку, при этом они не повреждают эпидермис, то есть не ухудшают его барьерные функции. Антиоксиданты, месуратрон, перуловые кислоты в небольшой концентрации, и АХ, и ПХ, то есть полигидроксикислоты, альфагидроксикислоты, они тоже влияют на тонус цвет лица, ну, в основном за счет того, что они стимулируют обновление эпидермиса и повышают проницаемость торгового слоя для того, чтобы какие-то интенсивно увлажняющие ингредиенты туда попадали. Вот, соответственно, машины у нас предупрещают. Можно пользоваться косметикой с кислотом, кожа тонкая. Надо смотреть просто, сколько там кислот и какой ПХ-тих средств. То есть если это, например, условный наш альфа-дерм с миндальной кислотой 5% и комплексы маха-кислот 5%, то есть 10% кислот, из них миндальная, крупная, допустим, она не проходит дальше, скажем так, рогового слоя, не повреждает сильную эпидермис. И плюс ПХ, ну, например, альфа-дерма от 3,8 до 4,2, то, в принципе, можно использовать даже при очень чувствительной коже, даже пациенты с розацией используют ее. Если же процент кислот достаточно большой и ПХ низкий, то тогда не стоит. Значит, ПХ-39 вы написали, а процент кислот до 10 или выше 10, вопрос. То есть если где-то до 10% и ПХ около 4, то как бы использовать, в принципе, на чувствительной коже, как правило, можно. Надо смотреть просто, что там еще в составе, нет ли там чего-то такого, то, что может, например, большая концентрация неоцинамина, например, или неоцин может, например, способствовать усилению покраснений по счету шеи сосудов. А днем нежелательно кислоты никакие использовать. Все-таки это вечерняя такая форма косметических средств, потому что днем, даже зимой, у нас бывают моменты, когда индекс инсоляции превышает советную цифру 2 или 3, и тогда мы можем получить медитацию. Поэтому днем лучше что-то такое барьерное, восстанавливающее, тот же там гильцерамидский сейвер, какие-то аналоги, да, сыворотки, увлажняющие на основе гиалуроновой кислоты, а поверх них барьерное средство, да, все увлажняющие фикстуры, которые содержат внутри себя воду, да, кремы, сыворотки, не безмодные. Мы все наносим там за 30-40 минут до выхода на улицу, если на улице холодно. Вот. А вечером уже мы используем что-то такое, что стимулирует, запускает обновление эпидермиса. Тоже ретинол, те же самые кислоты. И, соответственно, что еще у нас предотвращает образование морщин? Да, биомиметические пептиды. Это имеется в виду аргирелин, лимфосил и другие варианты, которые воздействуют на нервные окончания и тем самым ослабляют проведение импульса к мимической мускулатуре и уменьшают вот эту спонтанную мимику. То есть эти пептиды, к сожалению, работают в достаточно большой концентрации в отличие от, например, ремоделирующих пептидов, некоторых которых нужно мало, чтобы они воздействовали. Здесь нам нужно заблокировать много нервных окончаний, поэтому от 4% рабочей концентрации того же самого аргирелина. Вот. Соответственно, у нас есть с аргирелином, например, с сыворотками орелакс 7%, есть гель с БТА-эффектом, который чаще для аппаратов процедур применяется с 5% аргирелином. А в сыворотке 5 пептидов, помимо ремоделирующих пептидов, есть 2 как раз биомиметических. Это аргирелин и лимфосил, каждого по 5%. Поэтому, условно говоря, если нам до 30 лет и у нас нет дряблости козы, проблемы именно с тонусом, тургором и так далее, то нам вполне достаточно сыворотки Мерелакс, которая будет наноситься на, собственно, те места, где у нас иммунические морщины образуются. То есть в межброви переносится лоб вокруг глаз, если же, как говорится, есть уже дряблость, возраст уже там 30-35+, то можно безошибочно брать сразу 5 пептидов, и там уже будут и Мерелаксанты, и пептиды, ремоделирующие сигнальные стимулирующие. Вопрос про Дмайя. На самом деле, по поводу Дмайя, что он вызывает апоптосклеток, во-первых, его концентрация должна быть там более 2%, как минимум, и он должен вводиться инъекционно, а то, что в очень небольшой концентрации, там до 1%, 1% топически наносится, то есть как наружное средство, там, конечно, никакого апоптоза клеток не будет. Тем более, что роговой слон, ну так у нас в основном состоит от наших клеток. Вот, и Дмайя как раз больше работает как антиоксидант, если мы его наносим на кожу, поэтому его бояться не надо. Единственное, что если делается миостерапия, коктейль Мездмайя, там надо быть осторожнее. А в плане топических средств вообще проблем нет никаких. Какой компонент является энхансером, продвижником пептида? Ну, пептиды, на самом деле, они сами по себе очень хорошо проникают, потому что это небольшие участки из аминокислот. Могут они в различных, на самом деле, растворителях быть, собственно, растворены в косметических средствах. Конкретные энхансеры, если вы имеете в виду, там, липосом и так далее, им не нужны, потому что они сами хорошо проникают. Вот, поэтому здесь как раз специальные энхансеры, которые будут протаскивать их через роговой слой, не будет. Дмай лифтинг будет, да, вот он лифтинг будет именно как бы механически. Ну, скажем так, лифтинг до первого смывания. Но основная его функция – это все-таки антиоксидантная, в топических средствах у Дмая. Да, лифтинг дают. Средства, в которые входит Дмай, действительно дают такой небольшой лифтинг. Ну, как правило, там помимо Дмая еще есть различные хитрые ингредиенты, тензоры, которые создают вот эту такую сеточку на коже, а-ля полулан, например, да, в сыворотке нашей, актив лифтинг, он и без Дмая хорошо лифтингует. То есть, в принципе, да, эффект лифтинга дает этот ингредиент, но основная его все-таки задача – это антиоксидант. Значит, пептиды, ретинол активной формы, да, предвозвращает появление морщин за счет как раз таких глубинных механизмов воздействия на, например, те же самые фибробласты дермы. Чтобы ретинол, стимулирующий, повоздействовал на фибробласты дермы, и кожа уже укрепилась, то есть она именно вот уплотнилась, должно пройти как минимум месяца три с начала применения этого ретинола, потому что сначала ретинол отшелушивает. То есть сначала он работает с роговым слоем, только потом уже накопительный вот этот эффект, когда кожа ретинизируется активно, уже проявляется именно эффект уплотнения эпидемица и дерма, соответственно, укрепления. То есть тонус, тургор, гладкость кожи увеличивается, да, не только за счет того, что роговой слой подсняли, а за счет того, что уплотнилась и увеличилась как бы в размере дерма. Поэтому ретинол – это всегда курс, всегда длинный, чем старт и возраст, тем дольше мы его используем. После 40 лет ретинол можно использовать практически постоянно, делая небольшой перерыв летом. В общем, там короткие курсы будут фактически бесполезны. Космическая ретинола хороша для любой кожи. Надо еще смотреть, что помимо ретинола в составе есть, потому что у нас, например, в ретинермы входит традиционно неоцинамид, причем достаточно большой концентрации 3% и 1% витамин С. В стабильной форме аскорбилоглюкозит, поэтому самый идеальный, на мой взгляд, пациент для использования ретинола, который не сильно будет реагировать на его агрессивность, это как раз человек с жирной комбинированной кожей, склонный к расширенным атоничным порам и так далее, склонность к воспалениям, какая-то поздняя у которого, там вообще идеально. Вот. А если кожа тонкая, там с ретинолом надо быть очень осторожным, использовать минимальную концентрацию, возможно, подольше сидеть на режиме 3 раза в неделю, не переходить быстро в режим через день, возможно, не переходить вообще на режим через день, а использовать так его и использовать 2-3 раза в неделю, как такой подстегивающий вариант. Вот. Смотрите, как он будет работать. Вот. С другой стороны, не ациномит, он хорошо и сосуды укрепляет, поэтому вполне возможно при тонкой коже, где сосуды, в общем-то, визуально мешают, возможно, нормализация, как бы, тонус сосудистой стенки будет способствовать тому, что тон будет выравнивать не только за счет того, что ретинол будет осветлять кожу, но и за счет того, что покраснение меньше будет. Но здесь надо все вот смотреть и корректировать. Очень часто бывает, что, например, кожа шеи более чувствительная, так как она более тонкая, кожа переорбитальной зоны. Вот с ними надо быть осторожнее, потому что, например, когда мы наносим ретинол по косточке, он дефундирует в рядом расположенные ткани, и может даже быть обухание, век, покраснение, раздражение, хотя, казалось бы, мы не наносили на веки ретинол. Вот, поэтому здесь надо быть осторожнее, кожа шеи тоже, она бывает, реагирует, поэтому иногда лицо с комбинированной кожей, с плотной Т-зоной, с расширенными порами уже требует ретинола 0,5, а на шею оставляем 0,25. То есть такие вот комбинации тоже могут быть. При онкологии ретинол воруженный можно, почему бы и нет. Его единственное, когда нельзя использовать, ну, нежелательно, когда беременность планируется или есть. Не потому, что он там с поверхности кожи попадет в системный кровоток, к плоду, в общем-то, вызовет какие-то мутации, нет, конечно. Просто никто в здравом умении будет на беременных женщинах, например, испробовать, испытывать топический ретинол на предмет его там какого-то условного вреда, если мы точно знаем, что пероральная форма обладает ротогенным действием. Поэтому как только человек узнал о своей беременности или запланированной, он просто отменяет ретинол и все. Нет ничего страшного, даже если человек сделал желтый пилинг с большой концентрацией ретинола, а потом узнал, что наступила беременность. Не знаю, как это не запланировано. Ничего не будет с этой беременностью, просто внимательно отнестись к скринингам, например, 12 недель, самый основной скрининг такой. И спокойно себе положить или леять эту беременность дальше. Ретинол ввести уже потом, когда родит и какое-то время откормит. Соответственно, когда ретинол не стоит при онкологии, когда человек находится на химиотерапии. Потому что чувствительность кожи, кожный иммунитет. То есть и так кожа страдает от химиотерапевтических лекарств, препаратов, которые влияют очень сильно на общий организм, на весь организм, и на кожу в том числе и на кожный иммунитет. И, собственно, на фоне химиотерапии, да, конечно, дополнительная агрессия кожи не нужна. А вот как раз когда человек в ремесле находится, то нет проблем использовать топический ретинол. По поводу косметики с неоциномидом, по поводу PH, да? Нет, неоциномид как раз при низком PH наоборот может развалиться, он может вступать в какие-то химические реакции, он быстрее превратится в свою более агрессивную форму неоцин, то есть никотиновую кислоту, и будет вызывать раздражение и так далее. Поэтому все-таки косметика с неоциномидом, ее все-таки оптимальный PH как раз в районе 6-6, с чем-то даже не 5,5 наш любимый. То есть косметика с неоциномидом не должна иметь кислый PH, иначе она будет более агрессивной. А неоциномид, он для того и нужен, для того, чтобы использовать свойства никотиновой кислоты, но без вот этих вот агрессивных ее нюансов. Дальше, значит, двигаемся, гиалуроновая кислота, понятно, будет у нас предотвращать за счет того, что будет увлажнять кожу появление мелких машин, например, сухости, которые от обезвоженности возникают, антиоксиданты, потому что они будут предотвращать ход старения реакции перекисных селений на пиолет, таким образом у нас кожа будет меньше подвержена агрессии ультрафиолита, она будет более устойчива к ультрафиолету, к различным другим агрессивным веществам, не только ультрафиолет, полютанты еще у нас влияют негативно на кожу, вызывают как раз реакцию перекисных селений пиолетов. Собственно, вот для этого они не нужны. Есть всякие стимуляторы, а-ля аналоги стволовых клеток, клеточная физкультура, яблоки и так далее. Это все компоненты, которые запускают, скажем так, без агрессии обновление эпидермиса в основном. Когда у нас обновляется эпидермис, у нас и, собственно, допустим, роговой слой, когда начинает отшелушиваться мягко, не агрессивно, то поступает сигнал на базальную мембрану эпидермиса, чтобы новые молодые кератиноциты образовывались там взамен вот этих вот отшелушенных, мертвых и ненужных. И, соответственно, у нас кожа становится более гладкой, более такой визуально равномерной по текстуре, приятной на вид. Ну, и дымая, дымая как антиоксидант и как лифтинг-агент. Вот. Прежде чем прийти к салонным процедурам, я обещанный вам покажу лимподренажик, который, собственно, очень хорошо делать тогда, когда вы, например, или умываетесь, или, допустим, массаж раз в неделю делать по энзимной маске, тоже можно использовать эти движения. Ну, хотя по энзимной маске мы 15 минут можем делать массаж, поэтому там, конечно, можно разнообразить, как говорится, свой спектр движений, делать просто классические какие-то движения массажные. Что касается же лимподренажа, его можно делать даже без косметических средств, просто по сухой коже с такими руками. Тут именно суть в том, чтобы способствовать лучшему оттоку лимфы от области головы и шеи, и таким образом убрать пастозность в области лица и, собственно, разгрузить шейно-мортиковую зону. Вот, как его делать? На самом деле, если вдруг не запомните после сегодняшнего вебинара, у нас есть видео, если вы на наш YouTube-канал пойдете, подпишитесь на него. Ничего страшного, запись будет, то ли, Тим, не волнуйтесь, она, как правило, на YouTube потом выходит, то есть ребята конвертируют этот вебинар, и потом он будет там выходить. По поводу массажа лимфа-дренажного, который я вначале обещала, я сейчас, во-первых, покажу движение, а во-вторых, у нас есть видео на YouTube в разряде, называется этот раздел «Сам себе косметолог», когда во время пандемии мы всякие видео снимали, и там как раз есть видео по поводу оттюльков, вот как раз в нем я показываю так прям подробно этот массажик. Ничего сложного нет. Значит, что мы делаем? Мы, во-первых, должны сначала разгрузить, то есть дать отток, грубо говоря, открыть этот тюбик, чтобы у нас выдавилась эта зубная паста, то есть лимфа. То есть мы должны прокачать, то есть помпажем, делать легкие наших региональных лимфоузлов. Самая главная группа – это у нас вот надключичная зона, да, здесь мы ставим пальчики прямо надключиться, и желательно вот в момент вдоха у нас пальчики идут вниз, да, в момент выдоха возвращаются в исходное положение. То есть мы делаем до 15 вот таких движений, нажимаем не сильно, то есть у нас надо помнить, что лимфоузлы и лимфатические сосуды, они буквально в 3 мм вот поверхности позже находятся, то есть все движения очень мягкие, то есть мы немножечко вот так вот такими движениями вот помпажем, да, и желательно с вдохом. Вот, потом мы можем растереть подключичную зону, да, то есть можем какие-то вот такие еще движения подделать, да, ну, чтобы у нас как бы лимфа легко потом вытекала, то есть открытие и путь. Открыли, и дальше следующее движение у нас мы ставим, на ухниках не очень удобно, попробую так сделать, вот ставим ручки под, грубо говоря, практически под нижнюю челюсть, да, то есть как бы вот так вот, наверное, видно, да, и вот такими вот движениями в сторону ключицы делаем вот такие вот движения вниз. Тоже очень мягко по наружной боковой поверхности шеи. Вот, сделали так 15 раз, перешли на заднюю поверхность. Заднюю поверхность мне будет, наверное, сложнее ее показать, но мы просто ставим ручку, попробуем развернуться к вам, вот так. Ставим ручку к затылку, да, фактически, и точно так же вот этой частью ладони в заднюю поверхность. Можем еще растереть костяшечками область седьмого шейного позвонка выступающего, где очень часто, особенно вот кто сидит с гаджетами и так далее, возникает такая жировая прослойка, так называемая бедовая горка. Вот, тоже растираем там его, и вот, и, соответственно, вот эти движения сделали по задней поверхности шеи, и как раз это движение очень хорошо разгружает кровоток от головы, идет более эффективно, как бы улучшается и не только лимфоток, и как раз вот если голова тяжелая, болит, бывает, что прямо в этот момент резко облегчение наступает. Вот, следующее движение, да, торите, у нас получается раз лимфоузлы, второе у нас как бы переднебоковая поверхность шеи, потом заднюю поверхность шеи мы разгружаем, да, и потом мы вот эти вот места, теноры, ставим под нижнюю челюсть и вот таким вот движением к мочке уха, да, с одной стороны, покажу, к мочке уха двигаемся и потом уходим вдоль грудино-плючично-сосцевидной мышцы, где у нас лимфоузлов много крупных, вот, то есть вот так и вот так, с двух сторон делали, да, и таких тоже 15, да. Вот, если что-то будет непонятно, прямо пишите. Значит, следующее движение мы вот так вот ставим ручки и вот эту сторону, да, вот, как бы всю среднюю, нижнюю, фактически, часть лица, дренер, к козелочку, то есть у нас передние ушные лимфоузлы здесь находятся, то есть сюда пришли, потом пальчики определили вот так, видно, да, ухо между пальцами, да, чтобы и заднюю, заднюю часть тоже, задние ушные лимфоузлы, чтобы тоже мы затронули, то есть вот так приехали, поставили пальчики и вот так опять все согнали вниз к ключицам. Понятно, да? Вот так, вот так, лимфоузлы. Неаккуратно, то есть не дали, собираем в морщин. В таком направлении. Так, слышно? Нет, значит, он тут немножечко у меня болтается. Вот, смотрите, что глазками происходит. Да, у нас лимфоузл идет вот в таком направлении, от медиального внутреннего угла сверху вдоль, всей пероорбитальной зоны, да, к медиальному внутреннему углу снизу. И здесь, здесь мы уходим вдоль носогубной складочки вниз. Вот так вот у нас идет поток, да, то есть не вот так вот куда-то там, как показывают иногда, а именно вот в таком направлении. И, соответственно, мы в таком направлении двигаемся и потом можем отвести руки к мочке уха и сбросить вниз. То есть вот такие вот движения. Нас разгружают пероорбитальную зону. Вот, дальше мы разгружаем лобик, соответственно, ставим на центральную часть, тоже через височную зону к козелочку и вниз с двух сторон. Это все. Это все движения на самом деле. Нашли до лба. Соответственно, у нас первое разгружаем лимфоузлы, потом, соответственно, передниковая часть шеи, да, задняя часть шеи, потом средняя треть, да, плюс лимфоузелочки не забываем, да, то есть вот это сделали, вот это сделали, переорбитальную зону разгрузили и лоб. И дальше мы просто в обратном направлении, можно там пару раз, да, сделать в каждом, в каждое движение, вернулись вниз и в конце прокачали опять лимфоузлы. Все. Вот этот лимфодренаж занимает примерно 5 минут. Можно чуть дольше, конечно, делать, можно делать меньше, да хоть по 5 раз бы сделали, и то уже было бы хорошо. На канале Гильтека в YouTube эти же движения я показываю в видео из серии «Сам себе косметолог» от 20-го года, где как раз тема отеки. Вот, можно там посмотреть будет еще раз. И плюс еще этот вебинар тоже выложат, соответственно, когда он закончится, там через какое-то время, через несколько дней, и можно будет здесь посмотреть. То есть, и, в общем, это нехитрая такая манипуляция, да, просто поможет себя хорошо восстановить, как перед праздниками, так и вообще регулярно это делать. Вот. Значит, двигаемся дальше, что нам уже, как говорится, закончить сегодняшнюю такую достаточно большую тему, потому что много чего разбирали, и про ингредиенты, и про проблемы, и что как решать. Что нам делать в салоне, да, то есть все-таки для специалистов, да, некоторая информация. Не повреждающие салонные процедуры, которые быстро устанавливают кожу, это все форезы. Это все форезы, когда мы вводим гелороновую кислоту, или вводим какие-то другие компоненты, например, этиоксидантные гели, при помощи ультразвука, или, например, электрического тока. Также, некоторые стимулирующие процедуры, например, микротоковая терапия. Микротоковая терапия, конечно, чтобы был стойкий результат на 2-3 месяца, его нужно делать курсом, да, нужно делать 10 процедур ежедневно или через день. Если есть возможности, до праздников, если время осталось, да, сходить на ежедневных 10 процедур, замечательно. Если нет, то достаточно, там, 4-х, хотя бы 5 процедур ежедневно или через день, чтобы у нас, как говорится, улучшилось состояние кожи, за счет ее улучшения микроциркуляции, микроциркуляции, очень хорошо влияет на микроциркуляцию, классические микротоки, естественно, полноценная процедура. И, соответственно, нормализовался тонус лимфических мышц, и плюс очень хороший дренаж дает микротоки. Это вообще, на самом деле, лимфодренажная, в первую очередь, процедура, поэтому лимфодренаж там очень эффективен. И вот, если это классическая микротоковая терапия, использовать можно для микротоков, в принципе, любые гели, не обязательно они должны содержать какие-то суперактивные градиенты, тонизирующий гель, пептиновый гель, главное, чтобы литропроводность была хорошая. Когда прокачиваем над ключицей, мы на вдохе нажимаем, как раз пальцы идут вниз, когда мы вдыхаем. И потом мы отпускаем. То есть мы стараемся, как бы, проникнуть поглубже за счет этого. Соответственно, микротоки можно начинать с лимфодренажа, можно даже ручной сделать лимфодренаж, как энзимная маска, мы готовим кожу энзимной маской, например, и уже руками делаем небольшой лимфодренаж. А потом уже делаем полноценную процедуру микротоков. Просто классическая микротоковая терапия, сейчас я не успею о ней рассказать, потому что иначе вебинар будет бесконечно длиться. Можно посмотреть по каналу нашему YouTube, там есть про аппаратные процедуры, много чего. Но микротоки, они по-любому трехэтапные воздействия. То есть сначала идет подготовка кожи с элементами лимфодренажа, потом, собственно, движение, которое нормализует тонус мимических мышц, какие-то расслабляет, какие-то тонизирует. И третий этап – это всегда классический лимфодренаж микротоковый. То есть вводим либо ингредиенты форезами какие-то на этапе активного ухода, либо делаем микротоковую терапию. Не делаем ничего агрессивного, ни шлифовок, ни рафлитинга, даже ничего такого, что может кожу повредить или повредить ее чувствительность. Потому что наша задача, наоборот, успокоить, восстановить. Потому что мы же разговариваем о том, как нам восстановить кожу, чтобы выглядеть хорошо к Новому году, например, или к какому-то еще празднику. И вот, соответственно, лазерная биоритализация замечательна. И противотечным действием обладает, и на сосуды очень хорошо влияет, и, собственно, обезвоженность уберет, потому что при лазерной биоритализации мы низкомолекулярную гиалуроновую кислоту вводим. Поэтому тоже как вариант. Ну, естественно, лазерная биоритализация, опять-таки, как любая физиотерапия, оптимально 10 процедур сделать на курс. Но если нет, то, в принципе, можно делать и как экспресс-процедурный выход, и, допустим, несколько процедур, сколько успеем, как говорится, сделать это будет все равно хорошо. Вот. Ну и курс ручного массажа. Причем не агрессивных вариантов, да, я вообще против агрессивных вариантов в области лица и шеи, а именно лимфодренажный массаж или хиромассаж. То есть минимум 4-5 ежедневных или через день процедур будет уже очень хороший результат. Вот. К сожалению, одна процедура массажа, она особо, как бы, не очень эффективна. Вот. Поэтому, как бы, да, это неплохо, конечно же, но лучше все-таки делать курс. По поводу вбивания коллагена, не знаю, что с обвинением. Коллаген имеет достаточно крупную молекулу, поэтому никуда он не вобьется при всем желании. Он располагается на поверхности и участвует в формировании вот как раз гидролюпидного барьера, да. Вот гладкость кожи придает за счет именно наружного воздействия. По поводу, куда его там можно вбить, это что-то из области такого, какого-то хорлатанства, мне кажется. Вот. По поводу кожи после бассейна, нужно иметь средства барьерные. Если кожа сухая и ненормально относится ко всяким там парафиновым, вазелиновым, восковым производным, можно даже колд-кремы классические использовать. Если кожа все-таки склонна к воспалению и закупориванию пор, то лучше брать безводные средства а-ля там наш церамидский сейвер, то есть гель на маслах и силиконах без парафина, вазелина, воска, то есть всяких эмульгаторов, которые делают плотную кремовую текстуру или текстуру мази без эмульгаторов, да, то есть безводную, но на парафине, грубо говоря, каком-нибудь изопарафине, то, да, запись будет, то, как бы, если кожа склонна к высыпанию, каким-нибудь закупориванию пор, то лучше брать гель церамидский сейвер, наносить после бассейна, потому что это средство не содержит воды, поэтому вы можете спокойно выйти сразу после бассейна, например, на улицу. А если вы используете любой крем или какую-то сыворотку увлажняющую, то вам надо 30 минут дать. Вот, если у вас есть 30 минут пока волосы сушите или еще что-то, в принципе, можно любой крем какой-нибудь восстанавливающий использовать, с жировой составляющей, но если времени мало, то лучше все-таки использовать средства, у которых нет воды. Вот. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Базовый протокол. Я, к сожалению, по ссылочке вам не покажу, вам нужно просто зайти на сам наш YouTube канал, если вы хотите вот этот короткий лимфодренажик посмотреть еще раз в моем исполнении, и как бы найти вот эту лог-видео сам себе косметолог, и там есть видео еще со времен пандемии, вот как бы для ориентира я там какой-то клетчатый рубашка тяже дома, потому что мы сидели в пандемию какое-то время дома. Вот. И, собственно, нет, нужно не листать, а прямо зайдите на канал и прямо там поищите в логах, то есть плейлисты, плейлист сам себе косметолог, и там в этом плейлисте есть именно вот эти вот коротенькие видео, в том числе про отеки, как убрать отеки или что-то в этом роде. Вот. Найдете. Там оно есть, куда не делось. Вот. Соответственно, едем дальше, чтобы было быстрее. Вот. Кстати, видео массажные, такие более подробные, которые Татьяна показывает, они тоже очень классные, поэтому, ну, там просто больше времени нужно, чтобы их повторить, а то, что я показала, это такой более универсальный вариант, собственно, который все врачи ЛФК знают, который можно очень быстро сделать самому себе, в общем-то. Кроме как то, что у вас должна быть прямая спина, более-менее нормально, вы должны располагаться там сидя или стоя, тут никаких требований к этому массажу нет вообще, и даже средства никакие не нужные, можно на сухую кожу делать. Значит, дальше. Базовый протокол, да, процедуры, которые у нас в салоне делаются, любой экспресс-процедура на выход, либо процедура, которую мы хотим, вот, не повреждающую, осуществить за какое-то время до важного, важного момента, да. Очищаем кожу мягким средством, гель очищающий универсальный вариант, можно использовать и бусы очищающие наши с алоэ верой, витамином С, то есть они такой тоже имеют текстуру очень приятную с пенообразователем, плюс у нас нет вообще средств сульфатных, они все бессульфатные, все на кока-глюкозиде, и так к каэл-глутамате, поэтому безошибочно можно взять любую нашу умывалку, и она будет мягкой. Вот, при чувствительной коже век дополнительно можно очищать веки блефарогелем очищения из нашей медицинской серии блефара, чтобы все наши средства для очищения кожи лица, они прекрасно подходят и для очищения кожи век, и глаза не щипят. Дальше мы делаем подготовку кожи энзимной маской, энзимную маску пектиновую, либо выдерживаем 15 минут, либо делаем по ней массаж, как раз, или сам, делаем 15 минут. В принципе, если кожа не очень хорошо реагирует на фермент папаин, например, пощипывает сильно, и она очень чувствительна, то в принципе можно разрыхлять помогать, как говорится, отшелушиванию, обычным гелем, тезокрустирующим, либо даже гель пектиновой под пленку класть, но, в общем-то, энзимная маска – это самый универсальный вариант. Все ее очень любят, и, в общем, она дает уже сразу такой эффект, более такой, лощеной такой, кожи, в общем-то, участвует очень активно в формировании того самого до и после, который мы всегда в процедуре комбинета и хотим увидеть и патент. Дальше мы, значит, эту энзимную маску или какой-то гель разрыхляющий смываем. Если нам хочется сделать ультразвуковой пилинг, мы, в принципе, можем на этом этапе ультразвуковой пилинг сделать для подготовки кожи. И дальше мы уже проводим ту процедуру, на предыдущем слайде, о которых я говорила, которую мы выбрали для данного пациента. Либо это может быть какой-то форез, либо сеанс микротоковой терапии, либо сеанс лазерной терапии, то есть лазерная биоретализация по гелю с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. То есть все зависит от того, какие показания, какая проблема преобладает. Вот. Атоничная кожа, либо обезвоженные, либо отеки, в общем, то, что мы хотим сразу воздействовать на что максимально. Дальше мы остатки препарата, по которому делали аппаратную процедуру, как правило, влажной салфеточкой снимаем, то есть пропитанной водой или тоником. И дальше делаем маску. Вот здесь самый такой вариант из серии дешево-сердит, но суперэффективный. Это наша любимая маска с эффектом фарфоровой кожи. Кто с нами давно, все ее прекрасно знают. Вот. И, соответственно, как бы используется для этой маски одноразовая масочка, которая стоит копейки, продается в пачках по 50 штук. И используется аппаратный гель для сухой нормальной кожи Нео, который наносится на кожу, потом наносится масочка, потом наносится лосьон-концентрат Нео. Но не так страшно, будет запись, не волнуйтесь. Вот. Лосьон-концентрат Нео, которым мы пропитываем маску. Эти гель и лосьон содержат огромное количество вазоактивных компонентов, липосомальный дегидрокверцетин и экстракты, арника, плюш, бузина, пастинь, сомалевый огурец, который тоже на сосуды хорошо влияет, на чувствительность кожи хорошо влияет, успокаивает хорошо. И вот эта маска, она дает, ну, закрываем сухим полотенчиком и получается у нас эффект фарфоровой кожи в результате 15-20 минут. Чтобы посмотреть, как эту маску делать, тоже на нашем YouTube-канале есть процедура суперувлажнения, где я показываю такую экспресс-процедуру на выход коротенькую и вот в конце, на 20-й минуте как раз показываю эту маску. Кому интересно, тот может опять-таки сходить на наш YouTube потом и посмотреть, как ее делать. Два препарата для нее нужны, только гель для сухой нормальной кожи Нео и лосьон концентрат Нео. Причем лосьон концентрат Нео прекрасно можно использовать потом как тоник в домашнем уходе, если кто-то в домашний уход себе эти препараты берет, например, или там в кабинетный. А гель для сухой нормальной кожи Нео прекрасно можно использовать для любых аппаратных процедур, в том числе для микротокови терапии и так далее. Да, но также вы можете классический альгенат активный, можете даже сделать маску с аллогенового листа или биоматриксов еще каких-нибудь экклюзионных вариантов, либо сделать, допустим, гелевую маску толстым слоем макоудовольствия. В общем, в принципе, все зависит от того, какой пациент, что вы для него выберете. Но маска с эффектом парпоровой кожи на основе одноразовой масочки и вот этих вот двух препаратов Нео, она, конечно, пользуется такой популярностью за счет своей беспроигрышности. Можно так сказать, потому что там как раз наступает тот момент, когда вы снимаете потом вот эту маску, больше ничего смывать не надо, если где-то там гель не пытался, этой же масочкой стерли, и пациент видит в зеркале такую беленькую, ровненькую, фарфоровую кожу. Дальше мы всегда в конце процедуры наносим крем, в зависимости, опять-таки, от того, что вы хотите к пациенту. Здесь мы можем использовать и наш базовый крем увлажняющий, как вариант, который, как правило, во всех кабинетах косметологов, которые работают на гель-теке, есть, как такая палочка-выручалочка, универсальная. Это может быть и из линии Home Care Vitamatrix со светоотражающими частичками, витаминами, это может быть и наш новый прекрасный CC-крем, который, наконец, вышел. То есть, он вышел в двух тонах, более прозрачный, 0,1, для совсем-совсем светлокозных, кто вообще не хочет чего коммухмировать, да, и более темный, 0,2, но он даже, я бы не сказала, что темный, он просто чуть менее прозрачный. Все равно покрытие у этих CC-кремов, он просто такой, как бы, своя кожа только лучше называется, то есть, это такой полупрозрачный, прозрачное покрытие, которое немножечко делает менее заметными покраснения, но он не будет, конечно, маскировать, ни прищущи, ни пигментные пятна, это надо понимать. То есть, CC-крем, это именно смарт-колор, то есть, мутный цвет, да, то есть, немножко подстраивается под тон, он имеет такую текстурку, как бы, сейчас покажу вам, попробую, да, вот вроде бы вы выдавливаете крем белый, да, вот, но в нем есть сферы с пигментом, и плюс светоотражающая птичка. Я не знаю, получится ли на камере показать, но вот эти сферы лопаются, и получается тон. Вот у меня сейчас двоечка, вот я его нанесла, и вот он такой получается светло-светло-бежевый с розоватым подтоном, таким холодным. практически для человека первого-второго фототипа, как правило, подходит идеально, там уже надо смотреть, какой оттенок. Можно их смешивать 0,1-0,2, например, как вариант. Вот, то есть, можно закрыть процедуру, например, CC-кремом, можно закрыть увлажняющим кремом, то есть, это уже, можно, если человек на улицу идет после процедуры такой увлажняющим, можно с раминским сейвером закрыть. Вот, то есть, это уже, как говорится, ваше право. Тут я на какой-то вопрос еще не ответила по поводу Таиланда. Таиланда был вопрос, да, вот, от Марины. Собираюсь в интернет, насколько времени надо прекратить ретинол? За две недели будет достаточно прекратить ретинол, ну, максимум три. Ну, как правило, две недели ретинол всегда хватает, да, то есть, прекратить ретинол, если вы планируете, например, либо какую-то агрессивную процедуру, шлифовку делать или еще что-то, или вы планируете какой-то серьезный пилинг делать, или, ну, и ретинол, конечно, ретинол, пилинг, по-допород ретинолу готовим, либо вот посещение каких-то стран, где индекс инсоляции превышает 4 всегда. Вот, значит, по поводу промокода, я его, кстати, в конце еще раз напишу, чтобы все те, кто позже пришли, промокод наш на скидочку тоже узнали, потому что потом на ютубе уже его не будет. Промокод можно использовать при заказе да, в принципе, наверное, на пятницкой тоже можно, и можно самовынос, например, на пятницкую оформить, там спокойно забрать. Вот, заказ. Как вариант. Уже тороплюсь немножко, потому что мы немножко подзадержались. Вот, домашний уход под конец, да, домашний уход, а, промокод, я вам сейчас буквально через пару минут еще раз его напишу просто в конце, потому что потом, когда уже на ютуб пойдет вебинар, просто начало и конец обычно отрезают, и промокод только для участия, естественно, действуют те, кто были сегодня с нами. Значит, закончим нашу, так сказать, лекцию домашним уходом, разумеется. Как мы подбираем домашний уход, чтобы нам, опять-таки, быстрее восстановить кожу, да, поддержать увлажненность, термализовать тургор, улучшить мигциркуляцию и убрать гиперкератоз, если он есть. То есть, обязательно щитящее очищение будет, обязательно тоник, вот здесь как раз можно выбрать тоник более активный, например, лосьон концентрат Нео с дегидроперцитином десятипроцентным и со всякими сосудокрепляющими компонентами. Вот, если кожа, понятно, что имеет какие-то такие проблемы, а-ля повышенность, или склонность к высыпанию, можно взять уже соответствующий проблемный кожу, тоник, например, матирующий, либо тоник для жирной проблемной кожи балансирующий, тут уже, как говорится, есть варианты, но вот лосьонка Центрат Нео именно для улучшения цвета лица, это самый идеальный вариант, кроме того, это идеальный, конечно, тоник для категории 35-40+, тут уже, как говорится, выбора нет, это самый лучший вариант, конечно, для возрастной, для зрелой кожи, вот, и мой любимый, кстати. И кто любит, например, какие-то тоники, а-ля тонеры, с текстурой тонеров, там можно уже взять тоник с гиалуроновой кислотой, эластином, или взять там из серии TheU, наш натуральный, вот этот вот тонер гидроэссенц, он тоже гелевый такой, да, любитель текстуры, многие любят такие вещи, но в целом, кажется, более универсальным вариантом, именно с целью той, которую мы сегодня разбирали, да, все-таки лосьон концентрат Нео считается наиболее таким оптимальным вариантом. Дальше, мы наносим активную сыворотку, тут уже смотрим опять-таки по проблеме, какая преобладает, то и решаем. Сильная обезвоженность, 3D-увлажнение, сильный гипертонус мимических мышц, значит, либо миорелакс, например, либо 5 пептидов. Если возраст 35+, условно говоря, есть и гипертонус мимических мышц, и дряблость кожи, значит, однозначно 5 пептидов мы можем использовать, и причем 5 пептидов мы можем использовать и 2 раза в день, и, например, только утром или только вечером. Все зависит от того, что у нас вечером будет использоваться. Соответственно, если мы используем что-то такое агрессивное, а-ля ретинол или кислоты, вечером, значит, пептиды пойдут на утро. А если мы, например, антиоксидантную сыворотку хотим использовать параллельно с 5 пептидами, то значит, у нас утром, скорее всего, будет Синерджи с витамином С, липосомальным и свободным, с ресвератролом, с неоцинамидом, дигидрокроцетином, витамином Е, то есть, это полный такой антиоксидантный, можно сказать, комплекс, очень концентрированный. И с фируловой кислотой, кстати, еще. Соответственно, Синерджи у нас пойдет утром под крем, либо с небольшим СПФ, либо без СПФ, если это с инсталляцией от 0 до 2, и, соответственно, вечером тогда у нас будет 5 пептидов. Понятно, да? То есть, это или интенсивное увлажнение, плюс миорелаксация идет утром, да, или это идут комплексные препараты, а-ля Синерджи утром, например, 5 пептидов вечером, или просто 5 пептидов утром, а вечером уже пойдет что-то такое более агрессивное. Если зрелая кожа, то там без вариантов. У нас идет либо Синерджи утром, 5 пептидов вечером, если нам не нужна негативная стимуляция, либо утром идет какая-то сыворотка с позитивной стимуляцией, то есть 5 пептидов, либо Синерджи, например, а вечером уже идет что-то такое а-ля Альфа-Дерм или Лерцидерм. И, соответственно, в те дни, когда нет кислоты Лерцинола, используем ту же сыворотку, которую использовали утром. Лип 5 пептидов, лип Синерджи. Если преобладает дрябость кожи, то пептид, конечно, предпочтительнее. Если преобладает неровный тон, пигментация и так далее, то тогда Синерджи, антиоксиданты. Это в плане показаний, как лучше набирать. Вечером, соответственно, мы также можем какую-то активную сыворотку использовать. И если утром мы закрываем каким-то защитным кремом, как правило, то есть это будет СИСи крем, это будет, например, крем увлажняющийся СПФ-10, крем рекомбинированный кожа СПФ-15, это может быть Тараминский Сейвер, если нужно СПФ, а на улице мороз. То есть вариантов много. А то вечером нам хочется прям вот восстановить с накопительным эффектом. Тогда у нас, собственно, в качестве крема уже вечером пойдет либо ночной увлажняющий, если нужно совсем легенький такой вариант, он практически такой, как дневной увлажняющий, только без СПФ. Либо СПА-пельсин наш, который питательный, ламеллярный. И самый, конечно, идеальный вариант для восстановления это прям восстанавливающий отнерф протекшн с компонентом Минув, с Кваланом, со всякими там бецерамидным комплексом СИВРИПЕР, то есть он такой прямо очень, можно сказать, быстро очень ремонтирует наш гидролюпидный барьер. И, соответственно, в качестве дополнительного ухода мы обязательно дневную маску добавляем, чтобы гиперкератоз у нас не провоцировался, то есть, чтобы у нас кожа начала обновляться быстрее. Это у нас энзимная маска один раз в неделю под массаж, либо под пленку, либо просто нанести, если вообще лень все что-то с ней делать, все равно пектин и папаин будут работать, да, даже если ничего не будут делать, но лучше, конечно, или сам массаж или какую-то оккульзию создать. Либо хотя бы теплые вани, если привык, находиться в какой-то момент на фоне сидения в теплой ванне нанести энзимную пектиновую маску и, соответственно, ферменты будут работать, то есть фермент папаин будет работать с более активной во влажной теплой среде. Соответственно, после энзимной маски мы можем положить либо маску Акваудовольствия толстым слоем, у нее тоже в составе как раз комплекс полисагаридный Акваксил, то есть хорошо увлажняет плюс сосудокрепляющий экстракт. Либо мы можем, допустим, если кожа проблемная, жирная, можем, наоборот, сепрегулирующую маску положить с бентонитом, каллином, каламином, сепбалансом. То есть тут уже варианты разные. Единственное, что энзимную маску можно делать не чаще, одного-двух раз в неделю. А, например, увлажняющую маску Акваудовольствия можно делать хоть каждый день. То есть курс такой каждый день Акваудовольствия, например, 10 дней подряд, вечером, после умывания, тонизации, мы снимаем влажным компрессором, потом наносим уже какой-то вечерний уход. И важно в тетевой режим влажность воздуха хоть как-то, попробовать скорректировать, если нет увлажнителя воздуха, хотя бы влажные какие-то тряпочки там по батареям, как в старые добрые советские времена разложить. И делать ежедневно ручной лимфодренаж один или два раза в день, который как раз я показывала. Это как раз тот такой минимум, минимум, который мы можем сделать, чтобы быстренько привести кожу в порядок. Средство СОС после праздников это будет в основном противоотечное такое как бы и стимулирующее. То есть гель для кожи вокруг глаз можно применять не только на зону вокруг глаз, но и на все лицо. Он хорошо снимает отечность за счет того, что там пептид противоотечный в составе, пептид ассирил. Также есть у нас в натуральной линейке трубы Бифэйс серум с неоцинамидом, с витамином С и с маслом эфирным лице и Кубэби, который тоже хорошо снимает отеки. Это все сыворотки, такие гелевые. Маска как удовольствие тоже хорошо, как увлажнение, улучшение микроциркуляции тоже можно сказать такое средство СОС. Ну вот, гель Мицерамид Скинсейвер это если новогодние праздники хорошо погуляют на улице и обед там какие-нибудь лыжные прогулки с непривычки. Вот. Соответственно, крем восстанавливающий на протекшн восстанавливает барьерную функцию. Если нужно сильно увлажнители поработать с микробиомом, 3D-увлажнение и пробиоскин. Поврежденная кожа вдруг, да, это интенсив регенерация. Интенсив регенерация, считаю, в каждой аптечке должна быть, потому что поврежденная кожа бывает не только из-за того, что вы там обветрились или как-то где-то что-то там и так использовали из косметики. А поврежденная кожа может быть натурально, потому что поврежденные порезались, ободрали что-нибудь, обожглись. Интенсив регенерация в этом плане, конечно, аналога в себе практически не имеет. Если ранка инфицированная, значит, добавляем антибактериальный, например, порошок, гониоцин, поверх интенсив регенерации. Если это ожог, то есть асептическая ранка, можно сказать, то многократное нанесение интенсив регенерации очень быстро восстанавливает кожу, иной раз даже без образования волнителей. Соответственно, энзимная пептидовая маска регулирует наше обновление эпидермиса. Сенеджи 5 пептидов универсальная TH утро-вечер, чтобы кожу хорошенько забодрить. А если проблемная кожа, погрешность диеты, тортиков поели, в Новый год всякие там непривычные продукты попробовали, то стопакне альфа-дерм комбинация утро-вечер поможет привести в порядок кожу с эпизодическими высыпаниями, с клонностью к ним. Понятно, что если это серьезная патология акне, то в зависимости от стадии она лечится, либо достаточно золоиновой кислоты в стопакне и миндального альфа-дерм, либо нужно уже медикаментозную лечить. Но если это именно погрешность с эпизодическими высыпаниями, то неделька на стопакне альфа-дерме приводит кожу очень быстро в порядок.